Уважаемые телезрители, мы вам уже рассказывали о том, что телерадиокомпания Гомель совместно с управлением образования Гомельского облсполкома проводит детский телевизионный конкурс ведущих детских передач «Юная телезвезда». Первые кастинги районного этапа уже состоялись. Дети в возрасте от 10 до 15 лет демонстрировали свои творческие и ораторские способности. Саша знает об этом не понаслышке. Он побывал на кастинге в городе Ветка. Саша, как тебе ребята, участники? Дети очень талантливые. Абсолютно все. Кто-то более, кто-то менее. Но абсолютно все участники были достойны того, чтобы принимать участие в финальном этапе отборочного тура. Ну, к чему слова? Давайте посмотрим, как это было и видимся своими глазами. Вашему вниманию очередной дневник конкурса «Юная телезвезда». Финальный этап отборочного тура конкурса «Юная телезвезда» проходит на базе местной гимназии в актовом зале. Уже собралось большое количество участников, гостей, жюри и конкурсантов. Очень интересно, как дети выступят и кто победит. Давайте посмотрим. «Юная телезвезда» Каждый из конкурсантов уже лучший по итогам отборочного этапа в Ветковском районе. Но победителями станут только двое. Самая талантливая из участников. Меня зовут Максим. Максим, а почему ты хочешь быть телеведущим? Ну, потому что мне эта профессия очень нравится. Очень нравится? Ты давно понял, что ты хочешь быть телеведущим? Да. Или только во время конкурса? Давно. Болельщики на взводе, конкурсанты в ожидании выхода на сцену. Блеснуть своими вокальными талантами решили немало юных дарований. Блеснуть своими вокальными талантами решили немало юных дарований. Некоторые из участников к моменту финала отборочного этапа конкурса даже определились с жанром передач, в которых видят себя в будущем. Кто-то из детей хотел бы стать ведущим ток-шоу, кто-то спортивным комментатором, а некоторые – журналистами, совмещающими свою деятельность с работой в кадре. На 64-й минуте Гриштиан Ронава открыл счет, тем самым развея надежды на перевозки игры в дополнительное время. С недавнего времени я помощник-редактор нашего сайта. Также у меня есть блог в интернете, посвященный вопросам философии. Каждый рассказывал о себе по-разному. Некоторые со сцены. Однажды просматриваю телепередачу и спросила маму, что будем стать ведущей. На что мама ответила, что попробуй. У меня потрясающая бабуля, которая к моему приходу готовит что-нибудь вкусненькое. А еще собака, которую я очень люблю. А самое большое ощущение – то, что я люблю всех своих родных и близких. Что я их никогда не предам. Я их никогда не брожу в трудную минуту. А некоторые рассказывали о себе с экрана. Концовение очень хорошо. Давайте же посмотрим. Жюри пришлось непросто. Недостойных награды участников не было. Дети удивили и красноречием, и даже актерским мастерством. Если очень громко крикнуть. Мама! Люди смотрят. Есть еще слова. Граждане, не стойте! Не смотрите! Я живая! Голос мой звучит! Эмоций было не скрыть. На лицах конкурсантов читалось явное желание победить, дойти до главного финала конкурса и стать настоящей телезвездой. Ну, я всегда мечтала о статье. Мне это нравится, и я очень хочу, если у меня не получится с футболом, связать свою карьеру с телеведущей. Я решила попробовать, попытаться. Вдруг получится. Все-таки шанс есть. Мне много учителей говорили, я найди на диктора, будешь ведущей, либо журналистом. Ну, не знаю, я больше предпочитаю медицину. Но если здесь получится, то попробую, конечно, в телевидении. Если нет, то попробую медицину. В некоторых случаях это можно совмещать с медицином и телевидением. Да. Я пою, я танцую. И все это есть именно в телезвезде. Телевидение. Если я выиграю, я буду разъезжать по городам, я буду знакомиться с новыми людьми, людьми, я буду им помогать. Чем смогу, даже тем же самым разговором. Какую программу хотела бы вести? Я бы хотела вести программу «Орел и решка». Очень интересная программа. Путешествовать можно и узнавать все новое о этих странах. Это большой конкурс, и я хотела бы, конечно, чего-то добиться. Даже если я не выиграю, то, думаю, меня никто не осудит за это. Естественность, искренность и неординарность – основные три кита, на которых строились выступления большинства участников. Но был в кармане у юных телезвезд из Ветковского района и общий козырь – это детская непосредственность. Козырое имя – Максим. Дата выпуска – 20 октября 2005 года. Гонения неогоничны. Оценив выступления всех конкурсантов и задав каждому из них вопросы, компетентная жюри удалилась в комнату для совещания. Пока дети томятся в ожиданиях, жюри выносит свой вердикт. Очень интересно, какое мнение у него сложилось об участниках. Все проявили себя как многогранные личности. Дети старались расставить акценты. Где-то на вокальные свои выступления, где-то кто-то исполнял, читал стихи. То есть каждый хотел себе представить, ну, таким творческим, наверное, креативным ведущим. Кто, честно, признался, что петь и танцевать не умеет. Но он рассказал проявить себя в другом виде творчества. Это тоже правильно. И для ведущего, наверное, это важно. Например, девочка с первой школы у нас, Ануфриева Анастасия. То есть, ну, у нее была представлена презентация, хорошо сделана, то есть творчески не подошли. Малана, конечно, говорила сама, но она очень хорошо представила свой музыкальный номер. Хорошо на сцене держится. Держится хорошо. Я хочу, чтобы я чуть-чуть еще услышала ее разговоры. У Насте был образ тоже очень интересный. Ну, вот по костюму вообще мне понравилось. До настоящего конкурса, например, этот ребенок, ну, как бы мы не знали, что действительно есть вот такая Анастасия, которая может так прекрасно петь. Ну, если брать от Кардашова, она выступала у нас первой, конечно. Первому всегда сложно, и, ну, она была подготовлена. Ну, вот что-то не проявила она себя. Вот не было у нее такой изюминки, которая бы могла ее полностью раскрыть ее способности. Может быть, ей не надо было исполнять этот художественный номер песни, может, ей надо было как-то стихотворение. Акценты расставить немножко другие. Раскрыть свои способности в другом направлении. Я ее не услышала. Вадим – молодец. Ну, ему было тоже сложно соревноваться вот со всеми представленными, потому что немножко другой стиль. То есть, вот он четко решил, что я себя покажу уже как ведущая. Пока жюри выясняло, кто из конкурсантов лучший, дети не находили себе места. Но вот момент истины настал. Диплом победителя надрождается Вакарчук Наталья. Вторым победителем отборочного этапа кастинга «Юная телезвезда» в Ветковском районе стала Вархамеева Ангелина из Хальчинской базовой школы. Но на этом сюрпризы в финале не закончились. Учитывая наличие явного таланта, после долгих обсуждений жюри решила наградить еще одного участника телеконкурса, предоставив и ему шанс стать на ступеньку ближе к своей мечте. Конечно, это Вархам Максим. Я хочу сказать спасибо, что вы провели меня. Ну что, финал был отчасти предсказуемым, но в нем была своя изюминка и элементы неожиданности. Наша съемочная группа сейчас отправляется в другие районы на очередные отборочные этапы. Мы первые о них расскажем, вы первые их увидите. Субтитры создавал DimaTorzok